От славной истории к современной высокотехнологичной медицине и к будущим достижениям. Тверской областной клинической больнице 80 лет. В настоящее время областная клиническая больница входит в число лучших региональных лечебно-профилактических учреждений страны. Но чтобы достичь этого высокого уровня, необходимо было пройти путь длиною в 80 лет. Больница начала свою работу в 1937 году на базе Института физических способов лечения. Здание больницы располагалось тогда на берегу Волги, где раньше было епархиальное женское училище. И первым главным врачом стал директор Института физических способов лечения Борис Борисович Хват. А затем основатель кардиологической службы Верхневолжья Григорий Ноевич Лившиц, который в военное время организовал работу госпиталя по лечению раненых. Во время оккупации города Калинина немецко-фашистскими войсками здание больницы было разрушено. Поэтому возобновить свою работу в полном объеме она смогла только летом 1945 года. И только в 1953 году больница переехала в восстановленное здание, где появились новые отделения и службы. С 1954 года с момента открытия Калининского медицинского института областная больница стала основной базой для работы медицинских кафедр. А крупнейшее учреждение областного здравоохранения стало многопрофильным. С 1944 по 1972 годы больницу возглавлял заслуженный врач РСФСР Александр Александрович Соколов, под руководством которого была перестроена поликлиника, появился пансионат для больных, а в больнице сформировался сплоченный коллектив, который добился больших успехов. В 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в организации квалифицированной медицинской помощи населению и подготовку кадров больница была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. В 1974 году завершилось строительство новых корпусов. В это время больницу возглавлял заслуженный врач РСФСР Александр Петрович Морозов, уделявший особое внимание созданию и работе специализированных центров, приближению всех видов медицинского обслуживания к населению области. В 1989 году руководителем ОКБ был избран заслуженный врач РСФСР Александр Иванович Богомолов, который являлся основателем и первым руководителем ожогового отделения, а позже возглавлял отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи. Именно он добивался активного использования Тверского авиаотряда для вылета врачей областной больницы в районы области. В 2000 году Александр Иванович возглавил работу Департамента здравоохранения Тверской области, а главным врачом ОКБ стал заслуженный врач РФ Геннадий Павлович Махначев, который до этого возглавлял областную консультативную поликлинику. Под его руководством коллективу больницы удалось внедрить много новых, современных медицинских методик. С 2006 по 2010 годы больницу возглавлял заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Олег Георгиевич Парфенов. Под его руководством были получены лицензии на новые виды медицинской деятельности. В 2010 году областную клиническую больницу возглавил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Евгеньевич Козлов. И сегодня Тверская областная клиническая больница – это пациента-ориентированное, многопрофильное лечебное учреждение, где оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Успешно реализованы программы «Модернизация здравоохранения Тверской области» и «Доступная среда». Продолжает укрепляться материально-техническая база учреждения. Проведен ремонт в кардиологическом и гастроэнтерологическом, гинекологическом и урологическом, а также ортопедическом отделениях, в отделении гнойной хирургии, в реанимациях и в приемном отделении. Заканчивается ремонт в хирургическом отделении и в отделении микрохирургии глаза. В рамках реализации федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний открыт региональный сосудистый центр, где спасают жизни пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом. Специалисты ОКБ используют принципиально новую методику лечения аневризма аорты методом эндопротезирования. С внедрением таких методов нейровизуализации, как компьютерная томография, ангиография, магнитно-резонансная томография, больница вышла на новый уровень нейрохирургии. Больница оснащена дорогостоящим современным оборудованием экспертного класса и в повседневной практике использует ряд уникальных методик, которые доступны лишь в федеральных медицинских центрах. Специалисты больницы активно развивают эндопротезирование суставов. В отделении ревматологии успешно используется терапия с применением генноинженерных биологических лекарственных препаратов. Развиваются высокие технологии в хирургии брюшной полости. В консультативной поликлинике используются новые формы организации работы, направленные на повышение доступности и качество первичной специализированной медицинской помощи. Это электронная запись, которая позволила оптимизировать и значительно сократить время записи пациентам Тверского региона к нужному профильному специалисту. Для этого прием специалистов в поликлинике организован в две смены и по субботам. В новом формате организована работа регистратуры. В практику работы подразделений больницы внедрены новые информационные технологии. Бережливая поликлиника, электронная история болезни, электронная запись на прием к врачу, электронный больничный лист. Благодаря телемедицине удается дистанционно проконсультироваться с ведущими федеральными медицинскими центрами и оказать срочные консультации районным больницам области. Областная клиническая больница работает в постоянном тесном научно-практическом сотрудничестве с Тверским государственным медицинским университетом. В ОКБ успешно реализуется новейший проект «Смарт-больница». Активное использование информатизации позволило повысить доступность и эффективность оказываемых медицинских услуг. Без знания и уважения к собственной истории нет будущего, поэтому областная клиническая больница возродила музей истории Тверской медицины. Проводится огромная работа по реставрации и учету музейных документов и экспонатов. С 2017 года Тверская область и областная клиническая больница вступили в федеральную программу по оказанию помощи пациентам в труднодоступных районах. Вертолеты санавиации МЧС – это настоящая воздушная скорая помощь, которая оказывается в круглосуточном режиме. А это – множество спасенных жизней жителей из самых удаленных уголков Тверской области. В больнице действует система менеджмента качества, которая позволяет оказывать пациентам качественную и доступную медицинскую помощь. А на днях областная клиническая больница заняла первое место как лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда среди предприятий и учреждений непроизводственной сферы. За минувшие 80 лет Тверская областная клиническая больница прошла очень непростой путь. Достигла серьезных успехов, освоила методы диагностики и лечения, о которых в недалеком прошлом нельзя было даже мечтать. И сегодня она отмечает свой юбилей, занимая достойное место в ряду лучших региональных медицинских центров России. И в этом большая заслуга руководства Тверской области и, конечно, дружного, целеустремленного профессионального коллектива областной клинической больницы.